приветствую вас мои дорогие подписчики уважаемые друзья и гости и зрители моего канала с вами даев и подъезжает серии такого вы еще не видели также вам покажу очень интересный мод и пару проектов ну что ж поехали так ну для начала пару проектов это он тот красивенький кораблик и вот этот вот вот это вот красивенькая лунная база обратите внимание я бегу слышно топание когда я касаюсь металлической до сих пор не про фикшена не знаю сам наверное бакфикс писать может а по металлу мы не слышим как мы топаем ну ладно ну и плюс хотелось бы с вами поделиться нововведением деф-версии очень интересная есть пара нововведений о них чуть позже позже как интересно сказал позже вот почему то вот такие вот лунные базы мне очень сильно нравится и вообще такого такой формы многомодульной базы с такими стеклянными переходами очень на мой взгляд интересные того что не хватает не хватает именно в space инженерах пусть она простенькая пусть она такая себе очень интересный тут резак сварщик мы уже с этим экспериментировали не эффективно ладно поехали ближе к телу за счет того что она вот видите тишина я парю над железом за счет того что она простенькая добавлен еще один проект ну и плюс у меня тест записи бандикамом потому что я понимаю что мы соло летсплей полчаса смотреть как я варю там 10 этих блоков не всем интересно поэтому будем переходить на бандикам за счет возможности его записи с паузой но базочка на мой взгляд довольно таки интересно ухты варкнула именно за счет вот этих вот переходов пусть простенько но как говорится со вкусом создается именно такая вот атмосфера так кто мне пишет что я не провожу краш тестов на красивых тяжелых кораблях ребята если один корабль идет 15 fps я просто чисто физически за счет возможности своего компьютера не могу добавить еще один и даже стрелять смотрите какая тут звездюлина мы уже умеем таких летать это нам надо наверное эйк 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 удаленку до управлять даже летает прикольно вверх правда нет и вверх летает ну что-то не эффективно но вверх летает такая попрыгушка получилось ладно не суть сейчас как раз и начнем показывать все самое интересное для начала изменилась кнопка удаленного доступа теперь вы видите что у вас с антенной с удаленным доступом и закрытие от всяких других если и можете самое главное переключаться сразу забирать контроль прямо отсюда не здесь вот переходить сразу же можете переходить в терминал и тому подобное очень стало удобно все молодцы тут комната с креокамерой и больше в принципе нифига ничего нет бежали дальше очень не хватает топ топов тут у нас ангарная тут у нас какие-то марвы мавры марвы правильно прочитал такие вот мавры она даже будет ездить а летать летать не будет то есть это именно ездовые мавры но тоже очень интересно где есть тут открыть дверцу ну-ка сейчас мы на маврик тонемся данное сохранение с лунной базы мун старт луна нокс называется как вы уже прочитали только что ой 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 мавра она через эти не едет едь но со скрипом нет ползет ползет родимый поворота на гироскопах само собой вот такая вот марвятина марвятина такой вот интересный проектик данное это сохранение это целый мир skybox я добавил сам и и и давайте я сразу же вам покажу модификацию которую обещал очень интересную на мой взгляд и мне понадобится камера ссылочку на модификацию я дам в описании по умолчанию здесь и конечно нет данный мир ванильный мы устанавливаем камеру залазим в него берем эту камеру и чего нам не хватает по крайней мере это как вы видите холд левый альт и вы сможете осматриваться в этой камере смотреть плюс вы можете изменять угол зрения fove field of view очень удобно на мой взгляд потому что как вы знаете камера вниз вот так вот посмотреть не может у нее всегда огромные проблемы вот если ставим камеру на стыковку ладно с этим все понятно ссылочку дам прям хороший мод буду добавлять его себе однозначно в мои проекты ой как я по нему соскучился по имбаунду то до перестал меня крошить вроде на имбаундах но это еще не факт это дев версия версия от разработчиков ну и так вкратце пока мы здесь по нему бегаем в общем у кинов оказывается три штата программистов которые пишут на мультиплеер код и сейчас на данный момент они как бы делают конкурс все три отдельных одна внешний и две внутренних команды пишут разные коды на мультиплеер и победитель получит миллион крон или 4000 баксов вместо того чтобы как в нормальных если так можно сказать в нормальных студиях эти это количество человек пишет один код то тут пишутся три разных кода и вот какой вам понравится такой будет выбрать данный бранч точнее данный подкод вы можете также как и выбирая ставлю и дэв версия это у меня просто ничья разработка обыкновенный дэв вот такая вот политика у данной компании ну не знаю к чему это приведет но на мой взгляд на мой взгляд по моему это немножко неправильно если у вас там по 10 человек пишет этот код то есть 30 человек может быть сделали это намного интереснее и намного быстрее разрабатывали бы одно ну им виднее как говорится и вот в этом корабле вот очень клевый корабль он мне понравился тем что он раз приземляется везде он лишен водорода полностью но он приземляется на луну он приземляется на на землю за счет большого количества атмосферных ну и само собой на остальные планеты он тоже может приземлиться несмотря на его маленький размер он изнутри кажется гигантским очень интересный мы его осмотрим тут у нас даже вот такой переход очень интересный сделан тут куча атмосферных трастеров давайте туда заглянем пока не горит ничего и это единственный корабль который я вход искал уже реально полчаса вот фиг найдешь называется вот сколько я прошу разработчиков данных проектов чтобы они хотя бы красили как-то или лампочку ставили вот здесь вот вот офигеть x open аэрлок дверка не откроется если тут кислорода ой ой чуть меня со всех сторон бьет успокойся крусе нет дверь сломал зря я наверно то нажал так описание тут все равно будет сейчас кислород и вот такая вот мне очень нравится это просторная рубка просто офигительно как нравится вроде бы коровы были маленькие а прям выглядит вай 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 везде скрипты и освещение очень интересно сделано это корабль без модов только со скриптами как вы видите lcd скрипт у нас покраситься можно медицинский центр и довольно таки такой интересный корабль меня больше всего понравилось то что в таком маленьком кораблике еще и вот даже переходы вот эти интересные завезли и всего остального завезли тут вот у нас тоже нам везде а фиг пока не разгерметизируешь эту дверь я еще не сломал икс ну давай откройся фиг она откроется пока она больная открывайся а депрессуру надо было нажать вон а мать бешеные двери все выкачали мы кислород наконец-то ну и попадаем мы само собой в ангар в мордный очень интересно довольно таки вместимый высокий клёвый с присосочкой прям мне нравится откроем ангарную дверь это вот такую хавала у него открывается очень даже интересная в общем кораблик мне очень сильно понравился за счет того что он летает хорошо летает хавал пока закрывать не будем хрен автоматически закрывается это насыщается кислородом только потом открывается вот эта дверь в принципе логично двери вот это вот переход прям клёвый ну и еще у нас ввели в деф-версии очень интересную функцию очищение этого трэша этих гадких блоков лампочка в лаву во лбу горит для повышения fps мною было выключены трастеры вернем зад взлетает без каких-либо проблем несмотря что он на без водорода и он никах ну летит он летит очень приятно поворачивает даже имеет джум драйв еще бы лампочка мне в лоб не моргала вообще цены ему не было не скажу что он устойчивый но обещали приземляться везде весит всего лишь 3 и 4 миллиона 600 мегаватт энергии 60 ускорителей тормозит печально но летает но это и понятно на более атмосферных планетах он будет летать намного приятнее имеет детектор руды по сути дела больше нифига транспортник можно так сказать одна у него есть турелька точнее их есть три тут по бокам тоже по моему турельки да есть турельки так что пират у вас не съедят блок летит и не тормозит ну про что я и говорил не совсем лунный но по крайней мере на луне летает и на том спасибо на планетах будет летать намного интереснее сейчас мы коситель включен сейчас мы его посадим более-менее грамотно и я вам покажу новую функцию вот эту ну тормози уже давай чё в бок тянет хорошо хоть поворачивает быстро ладно будем более-менее так нежно приземляться сейчас мы его им банем немножко это вот этот данный проект это именно это именно blue screen то есть можете его вставить ссылочку на мастерскую само собой дам на автора дам и на мой взгляд очень интересный такой формы с ребрами и расцветка прикольная и обилие кругов мы тут привыкли что у нас тут все квадратная а тут видите все круглое поближе к базе их сейчас больно будет да это было больно сломал ему шасси ну ладно не суть а я же не выйду обесточил тут все двери эти как раз не заточены на том что ты не выйдешь если она обесточена над кнопочку нажать тут подождать пока тут высосет весь воздух выпуска меня сейчас нас выпустит и я вам покажу новую эту функцию ура мы вышли мы сделали это так функция у нас вызывается сочетанием клавиш alt f10 называется space master и вот ввели автоуничтожение блоков это вот критерии которые то есть если меньше чем 20 блоков и дальше чем километр все лишнее уничтожится из данного мира я сделаю 10 секунд сделаю расстояние 200 метров и прямо сейчас две функции это ждет это вот в режиме то есть идет очищение можно очистить ничего не делать остановить и либо обесточить но мы поставим в римов стационаре это стационарный тут надо разбираться на это как бы включить белый список мусора зафиксированная эта станция стационарно это просто блок валяется линейная летящие это вот когда выронил из рук варилку и она вот линейно летит прямо обесточенная это является мусором с ускорением с питанием под контролем из вот таких вот блюпринтов с медицинской комнаты но с медицинской комнаты будьте осторожней она вам даже сейчас мочекнет то что если вы будете удалять медицинской комнатой ваше само возрождение может похериться медицинской комнатой ну и показываем как это действует берем блок большой толстый видный бросаем его вот в этом блоке один блок я высоко его бросил якобы у вас там улетел в космос кусочек вот теперь смотрите внимательно что произойдет с этим блоком когда я от него отлечу на расстояние больше двухсот метров надеяться на блок будет видно бог все нет блока его удалила то есть теперь вы можете ребятушки не знаю как в обыкновенной версии есть этот мастер или нету его но по крайней мере в креативе можете заходить чистить ваше сохранение а чё клопа не удалила а ну клоп не обесточенный очень даже удобно что-то у вас отвалилось если она без тока и тому подобное это вам будет меньше сохранение висеть висеть быстрее будет игра загружаться и тому подобные все прелести simspeed не будет обсчитывать их отлетаем на 200 метров ждем 10 секунд ох все нету само собой если я здесь зафиксирую их то мне надо будет уже ставить галочку фиг и галочку fix it station все вот этот вот блок уже не удалится потому что он уже является якобы станции надо было рядом такой поставить я надеюсь кому-то это поможет почистить свои сохранения чтобы повысить ваши прелести ваших игр ну а с вами был df подписывайтесь кто еще не подписан будут делиться с вами такими вещами будет еще очень много всего интересного как видите этот блок удалился тот нет ну и всем приятной игры всем до новых встреч сейчас приземлюсь и помахаю вам чем-нибудь интересным все ссылочки на все данные проекты в описании на модификацию с камерой тоже и всем приятной игры всем до новых встреч пишите ваши комментарии всем пока пока и лайк вам за просмотр